Привет, меня зовут Рустам Райпиков, я управляющий партнер юридической фирмы Райпиков & Partners. Сегодня поговорим про то, как создать свой венчурный фонд. Прежде всего, вам необходимо определиться с тем, будет он регулируемым, либо нерегулируемым. Ну и второе, вам необходимо определиться с юрисдикцией. Вопрос о регулируемости, либо нерегулируемости фонда, зависит от типа ваших инвесторов и от места их налогового резидентства и, соответственно, от места налогового резидента стартапов. Многие выбирают юрисдикцию Delaware для создания венчурного фонда в форме нерегулируемого венчурного фонда, потому что это удобная структура с точки зрения инвестирования средств и получения дохода. В случае, если вы не являетесь резидентом США, не получаете доходы постоянные от источников США, в таком случае вы можете минимизировать свою ставку налогоблажения и уплачивать налоги по месту своего жительства в соответствии с применимым соглашением в избежание двойного налогоблажения. К примеру, если вы выбираете структуру регулируемого фонда, то у вас появляется возможность официально привлекать новых вкладчиков на постоянной основе, в том числе средства инвесторов с их инвестиционных счетов, то, как это делают альтернативные инвестиционные фонды. К примеру, имея регулируемый фонд и имея соответствующую управляющую компанию и лицензию, вы можете привлекать средства даже мелких вкладчиков, в том числе предлагать вашим клиентам перечислить средства с их инвестиционных счетов, открытых в российских либо зарубежных броках, что является довольно удобным решением данной ситуации. Это также позволяет иметь возможность делать публичную рекламу, информацию о вкладах в венчурный фонд. То здесь у нас аналог закрытого либо открытого паевого инвестиционного фонда. Если мы говорим про нерегулируемые фонды, то реклама таких фондов запрещена прямая, кроме как указания на странице в интернете о деятельности фонда. Ну и соответственно существуют некоторые ограничения на принятие новых вкладчиков. Поэтому вот это то, что нужно определить. Выбор юрисдикции венчурного фонда зависит от многих факторов. Прежде всего это налогоблажение General Partners and Limited Partners. В случае если их налоговое резидентство позволяет минимизировать ставку налогоблажения в определенной юрисдикции, то нужно использовать преимущество такой юрисдикции. Если у нас возникают сложности с внесением средств в определенную юрисдикцию по налоговым причинам, либо по причинам валютного регулирования, либо в связи с высокими требованиями комплайенса, то есть происхождение денежных средств и риск блокировки таких средств, то конечно нужно рассматривать альтернативные юрисдикции для создания венчурного фонда, либо проще идти в российскую юрисдикцию и создавать венчурный фонд там. Также выбор юрисдикции зависит от того, где будет происходить деятельность венчурного фонда, то есть где она будет направлена больше всего, какие стартапы. Но если это стартапы, например, рынка Азии, либо Америки, то удобнее быть местным в той среде, где вы будете производить ваши инвестиции для упрощения процедур комплайенса и создания так называемого доверия в юрисдикции для ваших объектов инвестирования. Итак, главный партнер, управляющий партнер, как его называют General Partner, вносит основную сумму средств венчурный фонд и создает его то ли в форме инвестиционного товарища, то ли в форме регулируемого юридического лица и занимает туда управляющую компанию. Если мы говорим о нерегулируемом фонде, к примеру, то управляющий партнер также привлекает младших партнеров, партнеров с ограниченной ответственностью, то есть лимитов партнеров. При этом средства могут быть внесены не сразу, а по порядку. То есть сначала вкладывается одна часть средств, потом вкладывается другая часть средств и в соглашении о создании инвестиционного фонда, в инвестиционном меморандуме, в документах, учреждающих структуру иностранного фонда или российского венчурного фонда прописываются условия о том, что каждый партнер в течение определенного срока времени должен нести инвестиции. И таким образом фонд начинает работать. Субтитры создавал DimaTorzok